Как ты представляешь мобильный город? Мобильный город, я представляю, что там все зависит от интернета. Вот когда молодец родился, у него сразу же появляется телефон. Все электронные приборы работают только благодаря интернету. Если интернета нет, то все, ничего не работает. Там должны быть умные люди, у них хорошо действует мозг. Были бы везде рабочие штуки там. Там автоматы всякие, везде дома. В холодильник можно йогурт? Спасибо, холодильник. Мобильный город, ты коротко, тебе дни мобильники. Все в телефоны ходят. Что может делать умный автомобиль? Ну, это бы машина отличалась тем, что у нее бы был бесконечный двигатель, который никогда не сломается, и она может ездить куда хочешь, и у нее бы топливо не кончалось. Если водитель что-то делает не так, то автомобиль ему будет говорить. Убавьте скорость. Скорость должна быть до 40 км в час, или вы врежетесь. Если вор все-таки смог пробраться в кабину, она включает кресло и открывает крышу, и его просто выбрасывает из кабины. Ну, у него там специальные запчасти, умные трубы. И с этими устраивствами он становится умным, лучшим и очень-очень хорошим. Можно было бы открывать багаж, просто сказать, открыть багаж там. Нажимаешь на кнопку, и тебе автоматически подают кофе. Умная – это она развивается, а обычно она просто стоит. Она очень умная. Человек умный. Расскажи про навигатор. Навигатор – это такая штука. Оно есть на всяких телефонах, планшетах, даже в автомобиле, где есть экран. Он что-то вроде карты, только электронной. Показывает дорогу навигатор. Там есть голубая точка и красная. От красной точки надо идти по указанной красной дороге. А голубая точка – это типа финиш. Он делает маршрут до какого-то там, например, назначения. Навигатор умеет показывать мультики. Навигатор может сказать, как проехать в магазин или в школу. Что такое беспилотник? Знаете, тот, когда скажу. Когда пилот встал и идет выпить чай или еще что-то, он нажимает на беспилотник. Беспилотник – это такой самолет, который летает без человека. Квадрокоптер – это такая машина, у которой четыре пропеллера по бокам. И внизу может быть камера и может быть не камера. До полицейских, чтобы они видели, где бандиты или какой-то нарушитель. Если мама за тобой хочет последить, делаешь ли ты уроки или нет. Который человек нашел этот кокоптер, он может посмотреть по камере, и потом он увидит, и он придет тебе на помощь. Он может ездить по лесам или под водой, ну, везде, даже в космосе. И он может фотографировать, и тебе эти картинки присылаются на телефон, планшет, ТВ, лизер там. Это такая штука, которая летает и вечно живет. Мой брат изобретатель, он может изобретать таких из Лего много. Он очень любит изобретать из Лего.